Здарова, приветствую. Сегодня будет много процессов. Тружусь, тружусь и пизжу, как обычно, поэтому давайте не будем ждать. Сразу приступим к делу. Видео про то, как я ухожу на завод, в кавычках, под конец показал, как начинаю работать над одним своим творческим панно. Оно уже готово. Чувствую, что пришло время рассказать об этом. История неоднозначная, поэтому будет очень интересно услышать ваше мнение об увиденном. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, что примечательно, это первое изделие, которое было вырезано на ЧПУ станке. Соответственно, это относительно ровные грани с самого начала. Заготовка уже обработана и загрунтована. Приступаем сразу к покраске. И в этом мне поможет мой любимый Артончик. Поработав им какое-то время, я пришел к выводу, что два слоя для такой краски не обязательно. Все прекрасно укрывается сразу с первого. А это значит что? Правильно, экономия. Да, как бы это странно не звучало, учитывая то, сколько сейчас вообще стоит граффити-краска. Меня сейчас откровенно тянет создание более интерьерных вещей. Хоть стрит-арт сезон уже начался, как видите, я на улицу пока не вышел. Подбиваю хвосты, так сказать. За все то время, пока я занимаюсь уличным искусством, скопить хоть какое-то количество работ у меня не получилось. Улица забирает все. Причем самое обидное, что работа живет не так уж и долго, как хотелось бы. На улице ее быстро срывают, и в сухом остатке зрителей у нее получается не так много. А сил потрачено, дай бог. Я ни в коем случае не жалуюсь. Это нормальное явление, я все прекрасно понимаю. Но все-таки хочется, чтобы изделия были более долговечными. А это напрямую связано с тем, в какую среду я их помещаю. Другими словами, в подходящем помещении изделие просуществует значительно дольше и как следствие насладит большее количество людей или одного владельца. Тут как карта ляжет. В любом случае, этот вариант предпочтительнее мимолетной утилизации на уличном пространстве. Такое случается, когда банки залеживаются и их долго не встряхивали. Ничего страшного. В целом, что мы сейчас пронаблюдали. Все детали полностью покрашены. Точнее, те части, которые будут видны. Как вы понимаете, здесь у нас получается некий многослойный пирог. И некоторые поверхности будут не видны. Я, в принципе, это только что и говорил. Знаете, в чем прикол? Изделие изначально, вот оно ЧПУ, оно отрезалось в марте. Минуточку, минуточку. В марте двадцать первого года. Двадцать первого года, то есть это целый год и три месяца. Ну, хуйня, конечно, полная, что так долго все это делается, но факт есть факт. Ты уже от этого никуда не денешься. Никуда не денешься от этого. Ну, нужны мне вообще эти вставки, я не понимаю. Я что-то написал, что надо поснимать себе на видео. А зачем? Краска полностью высохла и теперь следует ее хорошенчика залачить. Причем фишка в том, что некоторые детали я покрыл глянцевым лаком, когда большая их часть закатана матовым. Визуально это будет здорово отличаться и именно этого эффекта я добиваюсь. Помимо того, что тут все объемное, плюс еще разный лак. Короче, разнообразнее некуда. Хочется уже отойти от этого примитивного формата. Я имею в виду холст или арголит. Что-то просто плоское уже не вкатывает. Объемные детали, вот что действительно будоражит мое воображение. Вот только представьте, какие новые горизонты открываются перед нами. Теперь можно экспериментировать не только с очертаниями изделий, впредь можно вплотную заниматься их глубиной во всех смыслах. Вижу в этом определенный шаг в сторону чего-то абсолютно нового в плане декоративных изделий. Хоть и на этом этапе это панно не может похвастаться своей оригинальностью. Позже объясню почему. Вот так это выглядит без излишеств, которые я планирую нанести сюда. Уже в принципе неплохо, но лично для меня этого мало. Ну а что вообще тут будет изображено? Вот давайте об этом сейчас поподробнее. Тут кстати есть что сказать. В общем смотрите какая история. На одной из вечеринок сказки, по-моему на второй, я делал вот такой вот проект. У меня был о сопроке, ушастый зайчик. Вот и я хочу теперь сделать вторую копию. Вторую копию, но только в виде вот такого панно. Небольшие конечно визуальные изменения присутствуют, но по факту это тот же самый заяц, только панпас. Все элементы, которые присутствовали в оригинальном изображении, также перетекают сюда. В частности, мы видим как я отбиваю золотой слиток. Мда, тот самый. Но размеры разумеется немножко другие. Я подгонял специально под панно. Вот косяк смотри, шарелчик большой. Но это ничего. Это штрафареты. А вот ракурс нашего шоколадного зайца уже немножко другой. Смотрим на него в анфас. Кардинально от оригинала не отличается. Сделано это только для того, чтобы смотрелось хорошо, конкретно в этом формате. Наношу изображение уже неизменным образом, при помощи трафаретов. По крайней мере накидываю так самые крупные основные цветовые пятна. В дальнейшем все равно в работу пойдут кисти и более детальная проработка всех элементов. Задача сделать так, чтобы этот зайчик не сильно отличался от того, который побывал на сказке. Хотя как он будет отличаться, я рисую то же самое теми же самыми красками. В этом и прикол. Для меня очень важно, чтобы панно было выполнено теми же самыми материалами, что и первоначальные изделия. Та же самая суть, только в другой оболочке. Что-то такое, что намного уместнее разместить дома. Более практичное, умещающееся в твоем личном пространстве. В конце концов, стрит-арт объекты пропадают на улице с 90% вероятностью. А эта вещица всегда будет с тобой. В твоем поле зрения. Эту работу я делал еще до того косяка, который вышел у меня с этой дамой. Ну вот подсказка, если не видно. Поэтому я, разумеется, его повторил. Только получается в прошлом. Короче, не учусь я на своих ошибках. Баран. Какой-то. Видно, что бумага кое-где прилипла и двуслойный скотч оставил какие-то следы, которые хрен ототрешь. Проблема в том, что я не совсем правильно подбираю материалы для трафаретов. И делаю это уже довольно давно. С завидным упорством. Пора бы уже внести некоторые корректировки, но это не в моем стиле. Ну, ладно. Не беда. Будем лечить. Объем работы не такой большой, поэтому справлюсь с ним довольно быстро. Хоть большую часть процессов я выполнил на фабрике, но рисовать мне по-настоящему нравится в подвале. Здесь все под рукой. За то время, пока я здесь уже рисовал не первую картину, все сформировалось в моем окружении так, как мне удобно. Фабрика для меня место новое, и садиться там рисовать для меня, ну, не совсем удобно. Да и не так часто я это делаю в последнее время, честно признаться. Чувствую, что скиллуха немножечко подупала. Блять! Точнее, нет. Скорее, даже просто практики не хватает. Ну, это нормально. Это всегда так бывает, когда заканчиваешь практиковать, немножечко рука забывает. Надо наверстывать сто процентов. Вот на этом панно сейчас увидел, на что просто надо уделить больше времени. Так, ну и по завершению конкретно этой части не скуплюсь на пиздатый матвелок. Он у меня на вес золота. Использую его чисто для самых важных частей. Знаете, что я понял? Что очень давно ничего не разыгрывал. Это вообще позор полнейший. Что-то выпускаю ролики. А где подгоны-то халявные? Где? Да, вот они, ребятки. Полазил в ящики в своем. Нашел еще наклейки. У меня же наклейки есть. Я совсем забыл. Поэтому немедленно их разыгрываем. Целых три пака. Это один пак. Вот три листочка. Это один пак. Смирновский уже вот заканчивается. Поэтому пора бы остатки добить. Что нужно сделать? Нужно просто срепостнуть. Банально репостнуть видос из группы ВК. Вот и все. Будет ссылка на пост, где этот ролик размещен. Никакой больше информации. Просто тупо ролик к себе на стенку. Потом рандомайзером на стримчанском. Выбираем победителей. Три победителя будут. Уйдут три пака. Это все, что я хотел сказать по этому поводу. Пора собирать конструкцию. Все изначально, в принципе, размечено. Так. Это вот так собирается. Было решено не использовать в этот раз клеевые соединения. Чисто зафиксировать все подходящими саморезами. Зинковочкой. Они все были прям тютелька в тютельку. Поэтому... Блядь, надо просто собрать это. Правильно. Вот так он идет. Прихватываем все скотчем и думаем, где будем засверливаться. Да. Мощный карандаш. Ха-ха-ха-ха. Так. Одно где-то по центру. Сюда выебем. Для тех, кто не шарит, скажу, что зинковка это такая насадка, на сверло. Которое делает отверстие той поверхности, над которой работаешь. И в нее можно будет спрятать шляпку от самореза. Все просто. Косметические процессы пойдут попозже. Давайте сначала завершим конструкционные вопросы. Вот сейчас вообще сложно, да, будет? С этой задачей справились. Теперь осталось только примонтировать крепеж, на котором будет держаться это панно. А так как центр тяжести тут не пойми какой, с расчетами желательно не проебаться. Ну вот он, да. Ну поставь там точечки. Баланс. Баланс-борд. То есть он у нас идет, смотри. О, все, разжалось. Вообще так, если подумать, то это первое наше панно. Поэтому оно не должно быть идеально. Но оно первое и самое пока сложное. Осталось только ликвидировать следы от саморезов и считай, работа выполнена. Делать это буду при помощи шпаклевки по дереву. Универсальная вещь, но поюзав ее какое-то время, понял, что хочу более густой состав. Это получается какая-то более податливая. Речь идет о абсолютно дефолтной шпаклевке Exton, которую можно взять в лерке за сутку. Если у кого есть рекомендации, что можно попробовать еще, прошу в комментарии. С удовольствием прислушаюсь к вашему совету. Обычно оставляю на сутки. Это стопроцентная гарантия высыхания. Надо уже подвязывать со всей этой расторопностью и выделять на каждый процесс столько времени, сколько нужно. Как, например, и здесь. Я не поленился и полностью сошлифовал все излишки, доведя поверхность до ровного состояния. Обезжиривание – это уже неотъемлемая часть любой покраски. В натуре я начал замечать, что постоянно таскаю с собой хоть какое-то количество обезжиривателя. Это нормально. А вот теперь думаю, в случае чего ведь не найти то место, куда вкручен саморез. Интересно, это когда-нибудь сыграет со мной злую шутку? Надеюсь, что нет. И вот что у нас получается по итогу. Я доволен результатом. Это одно из самых сложных изделий, которые когда-либо выходили из-под моей руки. Снимки этой работы появятся и в Телеграме. Хорошие снимки этой работы появятся и в Телеграме, и в Инстаграме. Хотя Инстаграм сейчас уже просто труп. Сам туда захожу редко. Ну, сами понимаете, в чем дело. VPN пока включишь, пока то-то все, посмотришь. Люди ничего не выкладывают толком. Ну и думаю, блядь, да и гори все синим пламенем. Телега и ВКонтакте. Ну, получается так. Все ссылки в описании, короче. Вот такая история получилась. Вроде казалось бы, да, 15 минут ролик. Блядь, это заняло у меня нереально много времени на создание. Ну, вы сами понимаете, да? Полтора года. То я ее что-то начинал. Оставлял. Она так настаивалась. Я потом возвращался. И в итоге она сейчас у меня... Блядь, более качественных изделий, честно признаться, я не делал. Вот это вот то, что я могу сейчас по максимуму сделать. Но это не предел. Я уверен, что впереди нас ждет другой уровень дерьма. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Будьте хорошими людьми. В первую очередь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...